Всем привет! Добро пожаловать на нулевой урок в серии Pathfinding. В этой серии мы научим наших NPC-шек двигаться до точек, двигаться по маршрутам, находить кратчайшие пути из точки А в точку Б и вообще выглядеть как настоящие люди. И немножечко добавим в следующих уроках, ну и в этом немножко им интеллекта, чтобы они были поумнее, чем заложено в Roblox по умолчанию. Так, ну, сегодняшняя тема очень похожа, точнее мы даже рассмотрим примеры из этой статьи. Про нее я упоминал в конце первого урока. Движение NPC между точками. Ну, про NPC-шек вы, конечно, знаете все лучше, чем я. NPC-шек это не игровые персонажи, которые могут быть и монстрами, могут быть вашими помощниками или теми же продавцами и так далее. И было бы здорово, если бы мы этих продавцов наделили небольшими человеческими какими-то чертами. Например, чтобы продавец помидоров, когда рынок у вас в вашем плейсе закрывается на обед, чтобы он шел в кафешку и обедал. Он возвращался назад и продолжал торговать своими помидорками. Ну, много чего можно придумать. Например, патрулирование территории и так далее. Так, ну, вот смотрим на NPC-шек. Я сделал, по-моему, четверых. Да, четверых, но четверых мне будет мало. Поэтому давайте я вам расскажу лайфхак простой. Как сделать однопартовый, значит, однодетальный NPC. Я назвал его по просьбе трудящихся сена. Видите, тут коробочка с соломой. Так, как сделать такую штуку, чтобы она работала, как любой NPC-шник из тулбокса. Дело в том, что в тулбоксе очень много NPC-шек. Если вы запрос сделаете, они будут испорчены. Они, в принципе, не будут работать. Из-за того, что во многих нарушены детали. Некоторые будут разваливаться на части. У некоторых скрипты нерабочие. Ну, в вашем плейсе, по крайней мере. И так далее. А вам хочется попробовать, прямо сейчас взять и попробовать. Чтобы строить маршруты, чтобы у вас уже существо какое-то двигалось. Создали детальку. Назвали ее на Workspace. Создали деталь. Humanoid Root Part. Создали. Нажимаем правой кнопкой. Делаем Group. После этого деталь очутится в группе. Группа будет называться Group. Ну, я ее перемирал в сено. После того, как у нас в группе только находится одна деталь. Мы можем в сено. Не в сено, а в вашу группу, конечно. Добавить гуманоида. Вот я добавил объект гуманоид. Это классная штука, которую для нас сделали создатели робота. Стоит нам добавить в группу объект гуманоид. Она у нас оживает, можно сказать. Она наделяется всеми свойствами, ну почти всеми свойствами NPC-шек и игроков. Теперь она может двигаться. Двигаться на самом деле будет ее Root Part. Что такое Root Part? Вот у вас, наверное, есть дома фигурки. Ну, не знаю, какие-нибудь анимешные там или там Пстителей. И под каждой фигуркой, под многими, есть площадка. Площадка, чтобы фигурка не падала на вашей полочке. Вот. И у NPC-шек тоже есть такая Root Part. Она обычно невидимая. Но она как бы корневая деталь нашего гуманоида. Когда мы эту деталь двигаем с помощью команд, которые мы посылаем гуманоиду, за этой деталью движется и весь гуманоид. И он начинает шевелить ногами и руками и так далее. Если они, конечно, у него есть и правильно сделаны. Про это есть много уроков, как делать своих гуманоидов. Я про создание гуманоидов точно уроков никаких делать не буду. Ну, про анимацию я, конечно, сделаю и так далее. Так. Итак. NPC-шка готова. И, кстати, вот когда вы ее создали, она у меня уже здесь создана. Я наклеечку еще добавил на этот парт. Вот, смотрите, я двигаю курсором и у меня Join. NPC-шка моя приклеилась к этой бетонной коробке. Она никуда двигаться не будет. Не забудьте ее оторвать. Вот, оторвал. Теперь все, она готова к движению. Ну, давайте сделаем простейший скрипт. Простейшую команду отдадим гуманоиду нашего сена. Команда MoveTo. Двигайся куда-то. И двигайся к определенным координатам. Так, ну вот у нас сколько? Четыре строчки. Скрипт простой. В первой строчке переменную NPC получаем наш NPC-ссылка. Указываем путь GameWorkspace-сена. Получаем гуманоида нашего NPC. Если мы захотим потом этот скрипт применить к какому-то другому NPC, мы просто его имя вот здесь, путь до него изменим, и все будет работать. Так, и так у нас есть NPC и гуманоид. Окей. Дальше. Мы задаем точку А. Куда мы хотим, чтобы он у нас двигался? Ну, точка А у нас будет вот этот зеленый флаг. Green Flag. Green Flag является моделью. А в каждой модели обязательно должна быть указана Primary Part. Главная деталька. Помните, как указывать? Выбирать. Если у вас, например, в модели 20 деталей, то выбираем, кликаем на модель. Здесь у нас свойства модели. И вот здесь свойства Primary Part. Клик мышкой и выбираем. Ну, вот я на древко нашего флага щелкнул. Ну, так и осталась древко. Отлично. Так. И в переменную Point A, это значит точка А, куда мы будем идти, я указываю полный путь до нашего зеленого флага. Потом я этот путь из Point A беру. Point A, точка Primary Part, это значит координаты главной детальки и ее позиция. Но это идеальный вариант. Конечно, вы можете, например, не до модели двигать, а до какой-то простой детали. Тогда у нас здесь Primary Part не будет. У нас будет просто имя, деталь и позиция. Ну, вы должны уже, наверное, знать, как это работает в Roblox. Так. Теперь рассмотрим команду. Команду мы даем гуманоиду. У гуманоида есть куча команд. Мы, кстати, про них отдельно на уроках поговорим. Ну, сегодня всего будет несколько у нас команд и событий гуманоидов. Итак, команда MoveTo, это значит иди к точке. Координаты точки мы передали в аргумент. Все. Координаты у нас зеленого флага. Ну, надеюсь, сейчас у меня все заработает. Запускаю. Пусть наше сено бежит к этому зеленому флагу. Да, отлично. Сено соскочило и прибежало. Отлично. Так, ну давайте. Как же сделать? Так, движение к точке А. Я продублирую. И сделаю к точке А. Чтоб мы отключали с подчеркиванием, например. Я хочу то же самое. Сделать но для NPC. Чтобы повторить примеры из той статьи. Чтоб вы их могли разобрать, а я объяснить. Так, ну давайте запустим. У нас NPC просто по имени NPC. Будет... Да, вот он подошел. Подошел к зеленому флагу и тоже остановился. А давайте мы его теперь пустим после того, как он подошел к зеленому флагу. Чтобы он шел к синему флагу. Так. Мы можем попросить его подождать. Wait 5. За 5 секунд, надеюсь, он дойдет. И потом указываем следующую точку. Куда идти. Давайте... Ну давайте, ладно. По уму сделаем. Не по уму, а более понятно. Вы понимаете, что я могу, конечно, вот этот адрес прямо сюда вписывать. Так. Пусть идет к пурпурному. Purple. Purple flag. Point B. Точка B. Так. Ну иди к точке B. Итак, он идет к точке A, ждет 5 секунд, идет к точке B. Но вот это ожидание немножко не так работает. Смотрите как. Дело в том, что когда мы даем команду MoveTo, у нас наш NPC уже бежит. И никакие Wait на него повлиять не могут. Вот посмотрите. Если мы сделаем, например, Wait 1, что же будет у нашего NPC? Он не успеет добежать до нашего флага. Видите, он не успел добежать до флага, до зеленого, и пытается уже побежать к пурпурному. Но дело в том, что... Кстати, он застрял. Он умеет же только по прямым ходить. По крайней мере в этом уроке. В уроке номер 1 он бы уже смог обогнуть. Так. Ну ладно, товарищ NPC. Давайте посмотрим, как можно сделать так, чтобы мы ожидали окончания его движения на точке. Можно воспользоваться событием. Событие... Ну ладно, я буду переводить на русский буквально. Оно выстреливает. Оно выстреливает, срабатывает в тот момент, когда ваш NPC дошел до желаемой точки. На самом деле оно еще выстрелит в тот момент, если мы просрочили. Если прошло 8 секунд, а за 8 секунд он не дошел. Ну такое ограничение есть у нас в робосе. Как с этими 8 секундами бороться, мы в каком-нибудь уроке, наверное, с вами обсудим. Но в принципе, если мы будем пользоваться способом из первого урока, у нас эти 8 секунд ограничения почти никогда не будет срабатывать. Ну ладно. Это автопик. Забыли. Продолжаем. Итак. К этому событию можно с помощью... Ну вы помните. К каждому событию можно прикрепить с помощью connect. Connect. Вызов какой-то функции. В скобочках. Но мы этого делать не будем. Мы просто вызовем функцию wait. У нас в результате эта строчка, на этой строчке остановится выполнение нашего скрипта. И оно здесь будет находиться до того момента, пока не выстрелит вот это вот событие. Событие выстрелит. Move to finish. Это значит, закончил движение к точке. Только в тот момент, когда он добежит до точки. И пока он, значит, не добежал, у нас все время будет вызываться пауза. С минимальной задержкой. Wait, wait, wait. Это... Ну, тоже посмотрите мои уроки. Узнаете. Это примерно 30 фпс. Значит, 1 тридцатая секунды. Когда мы скобки не указываем. Так. Ну, это нужно для того, чтобы у нас не зависит скрипт. Ну и все. Сейчас он добежит до флага и подождет. Давайте вот эту же команду сделаем здесь. Чтобы он потом добежал до флага B. А потом давайте еще раз повторим. И он должен сбегать туда и обратно. Туда и обратно. Добежал. Добежал. Сразу назад. Потому что срабатывает событие. Отлично. И остановился. Мы, конечно, вы тоже, наверное. Вы можете здесь сделать цикл бесконечный. Что он так и будет бегать. Ну, цикл это... Это правильно, наверное, для каких-то простых движений. Решений. Ну, давайте пойдем дальше. Финалом этого занятия. Ну, не моего занятия. А финалом этой статьи. Это движение персонажа между двумя точками. Зайти сюда. Постоять. Подождать. Сколько-то секунд. Потом вернуться назад. Постоять. Сколько-то секунд. И назад. Это очень напоминает патрулирование. Как вот полиция, например. Патрулирует территорию. Они должны это делать в течение долгого времени. И проезжать по улицам по каким-то и так далее. А в это время вы можете, например, смотреть и полиция по этой улице. А вы можете обойти, например, где-то за домом. Вычислить их маршрут. Так. Ну, ладно. Про муфту я и так рассказал. Так. Давайте скрипт посмотрим. Это финальный скрипт. Он, кстати, очень маленький. Сейчас удалю лишние строчки. Он тогда на экран, наверное, у нас уместится. Поместится. Да. Поместился. Итак. В эту переменную заносим время отдыха после патрулирования. Ну, патрулирование – это когда он из точки А в точку Б дойдет. Здесь получаем... Так, давайте. NPC имя. Так. Мы здесь сделаем... Кстати, знаете, как запрещать скрипты? Чтобы не удалять ничего, мы можем просто скрипт. Вот этот скрипт. Он уже мне не нужен. Я его правая кнопка. Ой, не правая кнопка. Я делаю свойства. Я их закрыл. Так, свойства. И вот здесь есть Disabled. Это значит запрещен. Видите, у нас скрипт. Все скрипты нормальные. Они такие немножко голубоватые. А он стал серым. Серым запрещен. Он выполняться больше не будет. Не будет нам мешать. И поэтому мы здесь будем этот же NPC и использовать. Пусть этот человек, человечек, вот этот NPC, пусть он у нас и выполняет движения более умные. Патрулирование пусть выполняет. Итак, я его занес сюда. Так, давайте я вместо зомби напишу NPC. Зомби тут ни при чем. Итак, понятно. Здесь в секундах сколько ожидать. Две секунды, например, отдыхать. Дальше. Получили переменную в NPC. Получили гуманоид этого NPC. Все очень просто. Задали две точки, между которыми ходить. Точка А, точка Б. Ну, как в прошлом скриптике. Так, а вот эту переменную мы специально заводим для того, чтобы наш... Ну, как бы добавляем память в голову нашего NPC, чтобы он помнил, куда же он идет. А идет он в точку А в начале. И вот мы в эту переменную, мы в ней будем все время менять, добавлять ему какие-то маршруты, чтобы он шел то туда, то сюда. Итак, у нас здесь есть бесконечный цикл. Вот, сначала наш NPC ждет заданное количество секунд. После этого происходит цикл. Потом он опять ждет заданное число секунд. И потом опять цикл. Ну, и вот бесконечные следующие строчки, значит, выполняться не будут. Даже если мы их добавим. Итак, посылаем нашего NPC к следующей точке назначения. А следующая точка назначения у нас занесена в эту переменную. Это переменная, точка Primary Part Position. Итак, он идет. Вот, дальше он идет. Ждем, пока он дойдет до этой точки. Вот он дошел. Все, теперь мы должны включить мозги нашего NPC и смотрим. А что у нас было? Если в этой точке, куда мы шли, была точка А. Видите, здесь равно-равно сравнение. То тогда в точку, куда идти, мы заносим точку B. А иначе точку А. И вот она будет меняться. То А, то Б, то А, то Б. Давайте запустим, посмотрим, работает скрипт или нет. И начнем тогда добавлять что-то интересное вот этим трем NPCшникам. Так, ну все, он будет бесконечно двигаться между двумя флагами. Так, давайте теперь... Так, я дублирую. Давайте займемся NPC1. Так, сейчас поднимаю. Движение. Я уж тут не буду писать, что за движение. Мы сейчас с вами придумаем. Честно говоря, я еще сам не знаю. Сейчас давайте посмотрим, что же можно сделать, какое движение. Давайте первый NPC. У нас здесь есть 4 стола. И на 4 столах 3 стола. И на них находится пицца. Давайте будем патрулировать все эти столы. Сначала заставим патрулировать, чтобы все 3 NPCшки патрулировали, бегали вокруг этих столов. Но это довольно рутинная работа. Если что, перемотайте немножко вперед. Так, ну вот это вот... Вот такое... Этот код нам, к сожалению, здесь не поможет. Я думаю, что нам нужно сделать немножко не так. Нам нужно создать таблицу, в которой мы укажем не Point A, Point B. А мы сразу укажем... О, маршрут ее назову. Прут. Мы укажем точки, какие нужно посещать. Так. Кстати, чтобы красивее было немножечко, я вот так буду. И легче было размножать, копировать. Я точки размещу вот так. Так, вот две точки. Это нам ничего не надо, это нам ничего не надо. Так, что еще нам нужно? Нам нужно запомнить, в какой мы точке сейчас находимся. Так. Current Root. А, нет. Current Point. Текущая точка в маршруте. Point. Она первая. Вот это вот будет. Так. Давайте сразу посмотрим, какой маршрут можно сделать. Итак. Зеленый, синий. Дальше идет у нас какой? Черный, зеленый. Нет. Зеленый, пурпурный, черный, синий. Одно. Пурпурный, черный. И синий. Так. Кстати, луа такая классная, что можно запятую после последнего члена таблицы оставлять. Это удобно, когда вы копируете, дублируете. Давайте я тоже оставлю. Так, как же мы теперь изменим? Ну, патруль дилей. Ладно, пусть задержка все-таки будет какая-нибудь. 0,5 секунды. Полсекунды пусть он ждет. Как же теперь мне все это переделать? Двигаем теперь не в Next Destination. Primary и Position мы, конечно, оставляем, потому что он из этого флага должен как-то, ну, его координаты-то, позицию добывать. Так, мы пишем Root. Root и текущая Current Point. Ждем, пока он добежит до текущей точки. После этого условие, наверное, еще проще получится. Если Current Point больше, чем длина, чем количество элементов в массиве Root, то тогда мы просто в Current Point заносим единицы, чтобы опять бежал к первому. Да вот и все. По-моему, скрипт даже проще получился. Так, даже сохранюсь. То вдруг что-то включнет. Так, я здесь ошибку совершил. Output. Так. Или ошибку в скрипте. Не может же у нас NPC-шка. А, я имя, наверное, указал. Да. Видите, я NPC указываю опять же здесь. Получается, два скрипта пытаются управлять одним и тем же NPC. Тест NPC-1 пусть у нас здесь. Здесь же для PC-шки один. Окей. Давайте запускаем. И окошечко все-таки... Ну, пусть остается. Вдруг я ошибки сделаю. Вот они там еще толкаются. Так, а куда должен? Так, а он у нас застрял. NPC-шник. Вот я его подтолкнул. И вы знаете, срабатывает... Срабатывает... Наверное... Вот. Я пытаюсь его оттолкнуть, а он все еще пытается к зеленому. Или не пытается уже. Так, NPC-1, давай, пробуй. Или у меня ошибка в скрипте. Вот опять зеленый идет. Давайте смотрим. А-а-а, ребят. Я молодец. Я сравниваю, но я забыл инкрементировать. Инкремент это значит увеличение на 1. Чтоб мы выбирали следующую точку каждый раз. Сравнение-то у нас зачем здесь? Потому что мы ее должны сначала увеличить на 1. Можете на 2 увеличивать. Тогда он будет перескакивать через каждые вторые. Не делайте так, конечно. Я шучу. Так, ну давай, NPC-шник. Если ты начнешь бегать, я быстро займусь следующим. Так, а он застрял у нас. Опа. Попытка индексировать... Так, я где-то опечатался, наверное. Праймарий парт. Давайте мы вот как сделаем. Будем печатать. Перед тем, как посылать нашего гуманоида, я буду печатать... Кто видит ошибку, тот молодец. Я буду печатать отладку. Вот сюда, вот тут. Так же, перед тем, как у меня вот красная ошибка выскочит, я увижу, скорее всего, я какой-то флаг. Ой, здесь принт нужно. Принт печатаем. Запускаем. Зеленый флаг. Purple флаг. Black flag. Ага. А в black flag... Я его недавно, кстати, редактировал. Я, может быть, в нем забыл что-то сделать. Вот. Black flag. Так, black flag. А у него, возможно, не указано... Да, действительно, видите, у него primary part не указано. Ну, давайте исправим. Primary part для нашего... Можно здесь щелкнуть. Либо здесь указать, либо здесь. Пол. Уф. Ошибки в скрипте, значит, не было. Была ошибка в наших деталях. Так. И у нас флаг, видите, он... Он непроходной. Видите, у нас застревает наш человечек. Что же сделать? Ну, сейчас будет нормально бегать. Так, он побежал, побежал. Может, он только в первый раз застревал. Ну, смотрите, у нас классно уже, вот, видно, бегающие по маршруту. Кстати, чтобы он не застревал, ну, мы же не на первом уроке, мы на нулевом уроке. На первом уроке он бы все обошел. А на нулевом уроке можно сделать этот флаг can collide. Просто сделать, чтобы он был прозрачным, чтобы через него можно было проходить. Возможно, сейчас я буду добавлять движения для некоторых NPC-шек. Возможно, где-то они будут застревать. Мне придется этот флаг так уж сделать. Так, ну ладно. Я доволен. Они ходят. Все нормально. Так, давайте закомментирую печать. Мне печать не надо. И давайте я теперь быстренько сдублирую этот скрипт движения NPC-1. Rename. Как менять, как делать свой маршрут. Так. Второй NPC, ты где у нас стоишь? Вот он здесь. Пусть он бежит к синему. Значит, синий, черный. Давайте он по периметру будет оббегать. Раз, два, три. Вот так вот. По большому будет. Периметру. Хотя. Нет. Давайте он вот так будет бегать. Так, эти ребята бегают вот так. А он будет. Будет бегать. Навстречу. Ох, что-то я туплю. Ладно. Я потом, если что, поменяю местами наши флажки. Итак. Это у нас. Зеленый. Розовый. Зеленый, розовый, серый. Purple. Зеленый. Так, так, так. NPC-2 ставим. Делаем никакой паузы. Не надо, пусть бегает. Как сумасшедший. Так. Кстати, как сумасшедший, можно скорость немножко изменять. Но это не тема этого урока. Посмотрите мой урок. Как мы на нажатие клавиши на экране делали бег у игрока. Вот примерно так же здесь делается все. Так. Пока я вам говорил, я забыл. Зеленый, розовый, серый. Зеленый, розовый. Я пока думаю, какую же классную сделать. Какой классный нужно маршрут сделать в последнем NPC. Чтобы у него был, как бы, ум больше, чем у других. Так. Зеленый, розовый. Серый и Purple. Так. Ну, давайте запустим. Второй NPC должен побежать. А потом в следующих уроках мы все оформим в функции, чтобы нам не пришлось вручную вот такие вот вещи городить. Все будет очень просто делаться. Так. Ребятки застряли. Ну вот они немножечко... Немножечко разостряли. Не факт, что вот этот сможет бегать. А, ну сейчас, наверное. Они друг другу мешают. Вот в этом месте пробка создается. Ну я думаю, все. Теперь они разбегались. Так. И этот бегает отлично. По своим флажкам. И эти. Я доволен. Можно делать стелс-игру. Только надо вам как-то придумать. Добавить невидимую деталь к голове, например, вашего персонажа. Который будет детектировать, ну, будет проверять, есть ли в области видимости игрок или нет. А если мы хотим не как нубы, а как программисты определять, виден игрок или нет, то мы придумаем потом какой-нибудь код для этого. Так. Остался последний третий NPC. Я его хотел посылать вокруг вот этих флагов. Давайте урок все-таки не будем затягивать. Я сделаю вот такое вот движение. Случайное движение между между всеми пунктами. Точками назначения. И если она у нас заработает, я тогда ему сделаю выбор одного из нескольких маршрутов. Так. TestNPC Добавляем сюда флаги. Кстати, можно не вручную добавлять флаги. Можно создать, например, папку Flex и получать GetChildren. Получать список всех объектов. Ну, здесь у меня сейчас все флажки, видите, они свалены на Workspace. Так. Green, Pink, Grey, Purple, и Yellow, Orange, Orange, White, и, по-моему, Black. Так. Смотрим, что у нас есть. Black, Blue. Вот еще Blue надо добавить. И, по-моему, все. 9 флагов, по-моему, было. Раз, три, раз, три. Green, Orange, Pink, Purple. Так. Ну, он точно будет сейчас у нас путаться, если мы не изменим код. А код мы изменим вот так. CurrentPoint пусть остается. Условий только нам не нужно никаких CurrentPoint. мы в CurrentPoint будем добавлять случайными числами. Math.random. Помните такую функцию? В ней можно указать число случайно получить от какого до какого. Максимальное число мы узнаем вот так. Длина нашей таблицы. Root. Сколько элементов в ней? Root. Вот так. И все. Значит, добежит он до любого флага и выберет любой флаг. Кстати, он может выбрать тот же самый флаг, до которого он добежал. Поэтому он будет там отдыхать некоторое время. Так. Ну, наш третий NPC. Вот он. В синей маечке. Мы за него болеем. Я его сейчас... О! Я ему помог. Столкнул. Добежал он до синего, потом побежал к какому-то случайному. Развернулся. Опять там тормозит. Здесь у нас уже О! Побежал к желтому. Ну, видно, что работает. Так. Давайте третьего не будем трогать. Это забавное поведение, в принципе, которое имеет место быть. В любой игре такой NPC пригодится. Можно прям даже сделать магазин бегающий, что вам за ним придется бегать. Давайте исправим второго NPC-шника. я в него добавлю два маршрута. И он будет выбирать по какому маршруту идти, он будет выбирать в самом начале. И на этом, наверное, урок закончен. Потому что тема очень простая. Плюс я вам показал, как всем этим можно пользоваться. рут 1, рут 2. И в рут мы занесем текущий массив, чтобы не менять код, который у нас дальше. Мы занесем рут 1. Итак, если сейчас мы запустим все и ничего не менять в коде, то у нас он будет бегать по первому маршруту. Зеленый, розовый, серый, пурпурный. Так. Ага. Давайте я сейчас быстренько другой маршрут создам. Это означает опять пурпурный. Так, пурпурный. Оставляем. Дальше он должен бежать белый. white. Дальше куда он бежит? Желтый и оранжевый. Желтый, оранжевый. Отлично. Что мы теперь сделаем? Мы вот как сделаем. если мы добежали и если у нас текущий текущая точка в нашем маршруте пурпурный флаг. Видите, у нас пурпурный есть и тут, и тут. Если точка, к которой мы бежали, пурпурный флаг, then так, ребят, я здесь тогда должен сделать, да, пурпурный он здесь в конце. Отлично. Очень удобно, что он не первый. Мне не придется дополнительных условий делать. Итак, мы занесем случайный маршрут я еще третий добавлю маршрут, потому что между двумя можно было бы сделать более примитивно, без датчика случайных чисел. Math Random чтобы он выдавал от 1 до 2, 1 или 2. Так, ну, так, можно или нет? У нас Roblox подчеркивает. Я уже сталкивался с тем, что так, третий куда-то побежал, третий, а, нет, я же второй сейчас, а второй стоит. Да, там действительно у нас ошибочка, сейчас мы его исправим. Так, 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 output смотрим. Ну, окей, ладно, мы тогда сделаем, не будем умничать, сделаем все более понятно. Ну, вот так, допустим, сделаем. Окей. маршруты маршруты становятся переменной roots. Первый, второй маршрут. А то, что текущий маршрут current point нам нужен. Кстати, когда мы этот случайный маршрут заносим, мы должны current point делать. А мы не должны ничего делать, потому что у нас purple последний, но я на всякий случай сделаю, чтобы работало присвоить, чтобы вот это вот условие всегда сработало. вот так мы это сделаем. Вот так мы это сделаем. Так, ну давай, заработай, пожалуйста. NPC-шеник второй. Я добавлю третий маршрут и этом закончим. Вот этот наш второй бежит. До пурпурного добежал. Опять выбрал тот же самый маршрут. Давай выбери уже новый маршрут, пожалуйста. О, выбрал новый. Оранжевый, желтый, белый, пурпурный и опять будет случайно выбирать. Опять выбрал тот же самый. Ну и давайте я еще один маршрут добавлю. Допустим вот этот вот первый. Какой NPC-шник первый бегает? Да, чтобы я сейчас скопирую этот маршрут из первого. Вот он. Уже есть. Допаем во второй. Назовем этот маршрут root3. Придется рассортировать, чтобы пурпурный тоже был последним. точка пересечения. Вот он. Из пурпурный. Черный, синий, зеленый, пурпурный. Сюда добавляем еще один. Смотрите, кстати, я могу добавлять сюда огромное количество маршрутов. А тогда я должен вот здесь написать правильно, как программист. roots. Чтобы всегда правильное количество маршрутов у нас в переменной roots. 1, 2, 3. Чтобы всегда поставлялся. выбирая от 1 до 3. Текущий маршрут, текущая точка. Так. Будет всегда с первой точки маршрута начинать. Ну что ж, наблюдаем за нашим, за моим любимцем NPC2. Я его буду сейчас выталкивать, если он где-то затормозит. Побежал по этому же маршруту. Так. Давайте третьего вытолкнем. Так. Так, ребят, сейчас понаблюдаем. Я вот что придумал. Давайте, когда он выбирает новый маршрут, а нет, когда он добежал, пусть он прыгнет. Гуманоид. в принципе, эту штуку можно было добавить нашим другим писишкам. Тогда бы они, когда добежали до флага, они бы прыгали. Они кому-нибудь на голову запрыгнут, и в результате автоматически рассосется пробка. Ой, по прыжкам я теперь издалека буду видеть нашего. Так, выбрал этот маршрут, а вот этот маршрут он еще не выбирал. Давайте чем-то посмотрю. Ну, вот он реально застрял здесь опять. Вытолкнул этих вытолкнул. И тут-то он застрял. Нет, 8 секунд прошло, он пошел дальше. Ну, что ж, мне кажется, что у нас все работает. Я единственное не видел, чтобы он выбрал этот маршрут, но случайные числа на то и случайные, что он может выбирать, продолжать выбирать первый и второй маршрут. Ладно, смотрю еще. А вы тоже любите наблюдать за своими играми? Какой-нибудь симулятор сделали? Смотрите, как у вас в челки все не роются дикие. Я, когда пишу игру, у меня 90% занимает отладка. О, вот он пошел по новому маршруту. И здесь застряли. Он застрял. Ну, все, все, отлично. Все работает. В общем, если вы будете писать также свои скрипты и будете помогать своим NPC не застревать, вот будете их выталкивать. все будет классно. Ну, подписываемся, ставим лайки, жмем колокольчик, пытаемся сами читать документацию на сайте developer roblox.com, думать, задавайте вопросы в комментариях, всем рассказывайте, что есть такой канал, где помогают, где на заказанные темы снимают уроки, но можно донатики послать, все очень понравилось. Пока!